Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о числовых переменных. И в нем мы с вами поговорим, какие они бывают и где именно они применяются. Начнем мы с числовой переменной Byte, которая применяется, как вы видите, в основном для дней недели, недель, месяцев, номеров листа в большинстве случаев. Напишем небольшую процедуру, дадим значение переменной. То есть DIMM это оператор присвоения, далее идет у нас название переменной, ее значение S Byte. Если мы не будем присваивать значение переменной, по умолчанию все числовые переменные имеют значение 0. И в ячейк в CELS 1.1 запишем нашу переменную и посмотрим на результат. Видим, что все числовые переменные у нас равны 0. Если мы присвоим переменной другое значение, допустим, 250, то она у нас запишет, соответственно, значение 250. Какие ошибки бывают при вводе переменных? Допустим, если переменная слишком мала для передачи этого числа, мы при запуске, она напишет ошибку overflow. То есть переменной нужно взять следующее по величине значение. В Byte обычно записывается день, день недели, недели и так далее. Переходя к следующему переменному, Integer, мы также присвоим наш переменной другой тип. И обратите внимание, что значение, принимаемое Integer, минус 32768 и до 32757. Дело в том, что программирование 0 считается положительным числом и относится к положительным числам. Далее в правом верхнем углу в виде количества, занимаемой памяти. Это 2 байта. Оно в основном используется для хранения годов, чисел, столбцов и так далее. Давайте попробуем ввести какое-нибудь значение из цикла переменных. И запустим результат. Выведем его давайте лучше в окно. MessageBox. Запустим. Видим. 32767. Все отлично отработали. Следующий счет у нас Long. Это большие числа. Также есть LongLong. Это сверхбольшие числа. Они целые, как и предыдущие числа. То есть, если нам необходимо перенести целое значение, ByteInteger или Long, мы используем эти три перемены в зависимости от величины числа. Следующие перемены у нас есть Double и есть Single. В большинстве случаев лучше использовать Double, потому что он позволяет более точно передать количество знаков после запятой. И занимаемый объем оперативной памяти, в данном случае, 8 знаков. Также он присваивается. И давайте попробуем. Значение пишется через точку, числа. И видим результат. Также можно увеличить количество знаков. Это не повлияет на работу программы. Он ее будет округлять после десятого знака. То есть, если мы напишем 11, здесь девятку. Он ее округлит в четверку. Видите? С вами был Павленский Алексей. Подписывайтесь на канал. До следующей среды. До свидания.